Сегодня на библейском портале Экзегет мы попробуем ответить еще на один вопрос. Вопрос такой, как воспитывать детей? Прежде всего, я открою книгу притч 22 глава с той стих. Здесь мы находим такие слова «Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится». На самом деле есть некая сложность с этим текстом, потому что по правилам, скажем так, логики письменного слова, наверное, правильнее было бы сказать «Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится во все дни жизни своей». А здесь сказано иначе. «Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится». Что нам хочет сказать Священное Писание вот через такое уточнение? Действительно, реальность такова, что мы вводим наших детей в храмы, в воскресные школы, и они очень охотно посещают храмы, они очень охотно присутствуют на занятиях в воскресных школах, когда им 8 лет, 9 лет, 10, 11, 12 уже сложнее, 13 мы многих из них уже не видим в храме. То есть, когда молодой человек входит в период молодости, на самом деле, как писал Феофан Затворник, это самый опасный период жизни человека, период нравственной и духовной невменяемости, в смысле неопределенности, когда человек в состоянии некого поиска. Но, может быть, мы напрасно вводим детей в воскресные школы, когда они еще совсем в нежном возрасте? Оказывается, нет. И вот об этом и рассказывает нам этот стих. Перечитаем его. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». То есть, в молодости он может уклониться, и в зрелые годы он может перестать посещать церковь. Но то, что вы посеяли в его сердце, то, что он у вас часто причащался, когда был мальчиком или девочкой, это не даст ему просто так существовать. Он пройдет, молодость, этот самый сложный период в жизни человека, и к годам, к сорока, к сорока пяти вернется, и уже уклоняться от этих путей не будет. Все дни своей старости. Вот такая удивительная мудрость заложена в этом одном стихе. И также мы посмотрим послание к Ефесянам, шестая глава, четвертый стих. Здесь говорится о том, как мы сами должны общаться с детьми. Мы иногда очень много требуем с детей, в их взаимоотношениях с нами, но мы почти не видим никаких ограничений для себя в нашем взаимоотношении с ними. А здесь как раз об этом и говорится. Прочитаем послание к Ефесянам, шестая глава, четвертый стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учения и наставления Господня». Оказывается, часть вины, что некоторые молодые люди перестают ходить в церковь, она лежит и на нас самих. Когда мы преподносили им истинные веры в раздраженном состоянии. И это было не образование, а травмирование их нервной системы. У нас, к сожалению, в стране детей очень редко воспитывают и образовывают. Чаще их выращивают, как выращивают картошку, капусту, а потом чужо удивляются. А само слово «образование» библейского происхождения и означает воссоздание в человеке образа Божия, который человек омрачил в грехопадении. Наши прародители Адам и Евы. Поэтому будем воспитывать наших детей без раздражения, с сердечным вниманием, воспринимать их как сработников в деле домостроительства, спасения целого дома, целой семьи. Как и сказано в Писании, «Кто от своих, особенно от домашних, не печется, тот хуже неверного, отрекся от веры». И самое последнее, что хотелось бы сказать. Давайте обратим внимание на тех детей, которые не покидают храмы. Вот я в церкви служу с 25 лет дьяконом, и сейчас мне уже 57 лет. И я вижу, какие дети уходят, покидают церковь, а какие остаются в храме. Кто с нами остается? Алтарники, певцы, звонари, псаломщики. То есть те дети, которые задействованы в православном богослужении, которые входят в какой-нибудь приходской, скаутский отряд. То есть у них есть участие в какой-то инициативе, она связана с приходом. Вот и получается, что ребенок не может быть таким безучастным статистом, просто стоять в храме. Ему нужно деятельное участие. Ребенок – это живое, подвижное существо. Поэтому, воспитывая детей, давайте чаще вспоминать свое собственное детство. А если нам что-то не нравится в наших детях, давайте почаще всматриваться в зеркало. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Космое новое! เขя львов и турист! Прямо новое! Продолжение следует...